Привет, друзья! С вами Сергей Яценко и в сегодняшнем видео хочу рассказать вам о тех особенностях пересечения границы с стороны Польши в Украину и назад, которые я испытал на себе. На самом деле я сегодня выехал, чтобы снять очередной район Варшавы. Хотел поехать в Желебош, но на улице напустился снег и во время снега снимать не очень комфортно. И техника намочится, и вообще ходить не комфортно, и такой туманец небольшой, вот если видно на заднем фоне. Поэтому решил снять ролик на тему границы. За последние полгода я где-то раз пять, наверное, пересекал границу на автомобиле. И вот последний наш опыт. Мы только вернулись недавно из Киева в Варшаву. Мы ездили на новогодние рождественские праздники в Киев. И сразу хочу вам сказать, никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах не езжайте на любые праздничные дни, особенно на самый большой праздник, Рождество и Новый год, на автомобиле, поскольку очереди просто дикие. Дорога, вот мы ехали, кстати, я подумал, что поеду-ка я поближе к 24-му числу, к 24-му декабря. Здесь как раз-то католическое Рождество, все будут уже, все уже разъедутся, все уже будут как бы в предвкушении праздника и будет меньше очередей. Мы ехали 23-го декабря. И на самом деле таких умных, как и я, оказалось очень много. Мы простояли на границе. Вообще, в целом, граница нас заняла 14 часов. Из этих 14-ти 2 часа. Это мы сначала поехали на границу туда Крово-Русской. Простояли там час, поняли, что мы стоим 7 километров от границы и это очень долго будет. Я посмотрел по гугл-картам, что на Долгобычеве на переходе очередь всего 2 километра. И решили поехать туда. Сейчас где-то мы еще ехали от Равы к Долгобычеву. Но потом на Долгобычеве мы стояли 12 часов. 12 часов пробки, которая очень-очень медленно двигалась. Основная причина, потом я уже понял, что очень много машин на так называемых евробляхах. И украинская таможня очень долго проверяет эти машины. Это создает большую очередь. Машин на украинских номерах было очень мало. Просто очень мало. Наверное, там пару процентов от всей очереди. Хочу поделиться такими небольшими наблюдениями, которые я сделал во время проездов. Первое. Это очень небольшие очереди рано утром со стороны Украины в Польшу. То есть, где-то в промежутке от 6 до 8 утра. Очень небольшие очереди. Я в это время был на переходе Рава Русская. И в это время был на переходе Долгобычев. Было буквально несколько машин. Это занимает достаточно быстро переход к границу. Несколько раз я попадал на Рава Русский со стороны Польши, где тоже я проезжал за 10 минут границу. И здесь было в разное время. На самом деле, пока здесь никакой закономерности я не вижу. Тут как повезет. Первое, что точно могу сказать, не стоит ехать на праздники. Какие-то ближайшие дни до праздников и ближайшие дни после праздников. Когда все, основная масса людей едет туда-сюда. Не стоит ехать. Ехать очень большое количество людей. Еще я бы не рекомендовал ехать из Украины в Польшу. Где-то в первые месяцы. На протяжении января, скажем так. Я заметил, что очень большое количество фур. Они с одной стороны, вроде как у них отдельная линия. Но я думаю, что в целом, как бы, внимание таможенных органов больше туда, на фуры. И у нас было на легковых автомобилях, на проходе, было, по-моему, 4 или 5 на Рава Русский дорог на заезд. И сидел, работал только один таможенник. Одно таможенное окошко, куда все в очередь. А без этой печати таможенника тебя не начинают тревять пограничники. Это тоже создает же этаж. Тоже создает нервозную обстановку и задерживает. А почему так много фур? Потому что я уже понял потом. Потому что с нового года открываются новые экспортные квоты. И все производители, кто что-то вывозит на экспорт в Евросоюз, пытаются успеть попасть в эти квоты. Поэтому фуры занимают очередь там уже до нового года заранее. И вот первые там недели после нового года там просто бешеный ажиотаж. Очередь фуру большая. Далее. Что еще? Обязательно следуйте правилам Евросоюза. Сейчас нельзя возить никаких продуктов животноводческого происхождения. Там мясо, молоко. Даже бутерброды нельзя везти с собой. То есть можно везти еду, которую вы покупаете в магазинах, которая запечатана в магазинную упаковку. Лучше какие-то там сухие вещи, не знаю, печенье какие-то, что-то такое. Вода, понятное дело, можно. Но это то, что спрашивают, это то, что вызывает досмотры. И в интернете очень много пишут о штрафах, которые накладывают, если у вас находят такую еду. Поэтому не создавайте ни себе ни другим проблем. Следуйте правилам, и все будет хорошо. В этот раз у нас оказалась такая интересная ситуация. Мы впервые нашу машину отправили на детальный досмотр. Я понятия не имею, что вызвало такую реакцию таможенника. Мы вроде прошли, на нас посмотрели. У нас была машина полностью заполнена. Ехал я и ребенок. У нас у меня еще бокс на крыше, тоже был заполнен вещами. Таможенники польские посмотрели. Открыли некоторые сумки. Так просмотрели богатник, немножко достали, чтобы понять, что за суть вещей. Там были в основном личные вещи, одежда, очень много детских игрушек, велосипед детский. Но потом в конце уже, перед тем, как нам отдать документы, женщина-таможенник сказала, что нужно проехать на контроль. Я, честно говоря, подумал, что это будет такое рентгеновское сканирование автомобиля. И думаю, это займет немного места. Она сказала, куда подъехать. Там рядом ворота такие, заезжаешь. Она пришла со мной, отдала мои документы. Там уже другие таможенники были. В общем, я заехал в бокс. Это такой большой, теплый бокс. Там же и фуры могут заезжать. Там стояла одна фура. Мы заехали на такую эстакаду. Внизу, ну, вернее, там яма. А внизу, чтобы снизу можно было смотреть на машину. Они попросили выгрузить абсолютно все с машины. Их не интересовали вещи. Их интересовала именно машина. То есть, они залезли вниз в яму. Там что-то там просматривали с фонариком. Там простукивали все какие-то возможные полости в машине, чтобы проверить. Ничего ли там не спрятано в обшивке. Простучали все колеса. Долезли до запаски в багажнике. Простучали ее. Сели в салон. Везде на всех сидушках посидели. Пощупали, чтобы там ничего не было спрятано в сидушках. Прощупали всю обшивку. Простучали потолок, двери. Все, где потенциально что-то можно спрятать. Все просмотрели. Так вот, слава богу, ничего не ковыряли. Аж обшивку не снимали. Но по нам, в принципе, видно было, что мы едем в семья. Ничего у нас нет. Не знаю, что вызвало подозрения у таможенницы. Наверное, что-то в их системе было. Какое-то похожее машине, может, или еще что-то. Не знаю. Если у вас есть подобные опыты, вы знаете, что может вызывать подобные проверки или подозрения. Пожалуйста, поделитесь в комментариях. Очень интересно. То есть, мне реально хочется понять, что же такое вызвало. Я в конце спросил. Это вы нас отправили на досмотр? Потому что у нас так много вещей. И не сказали нет. Ну, скорее всего, наверное, по причине не сказали. Но тем не менее. Хотя, хочу отметить, что все было очень цивилизованно. Очень вежливо, дружелюбно. И вся процедура заняла не более получаса. То есть, мы выгрузили всю машину. Хотя, я думаю, что когда ее выгрузишь, ее уже нереально будет загрузить. Но на самом деле, все реально, все быстро. Они сами без разрешения никуда не лезли, ничего не открывали. То, как мы говорили. Я хочу посмотреть сюда. Ты открываешь, и он смотрит. Сумки просто очень поверхностные. Открыли. У меня большая сумка была. От ней заела молния. Я не смог ее полностью открыть. Он сказал, окей. Просто я там сколько мог растянул. Он посмотрел. То есть, вещи их особо не интересовали. Интересовала только машина. И все. Бардачок открыли. Все прощупали. Очень быстро, очень вежливо. Потом отпустили. Десять раз спросили, не забыли ли мы документы. Все принесли. Сами все отдали. Потом, даже когда выезжали уже с КПП, тоже человекчик нашу арбаму остановил. Поинтересовался, не забыли ли мы документы. Поживал в счастливой дороге. Не бойтесь этого. Если вам нечего скрывать, то все пройдет быстро и без каких-либо проблем. Еще одно наблюдение касается украинской, прохождения границы с украинской стороны. Сначала вы проходите таможенные контроли, затем вы проходите паспортные контроли. Как только вы проехали первый шокбаум, то есть, вы заехали на территорию самого КПП, когда вы уже стоите в очереди на украинской стороне, ищите, где там таможенное окошко, либо оно в вашей линии, в которой вы стоите, либо у нас таможенники почему-то считают, что не все окошки должны работать. И может такое быть, что, как у меня было в прошлый раз, работает только одно окошко с таможенником на 4 или 5 линий. И вам нужно самому туда выйти из машины, пойти с документами, отдать документы для проверки. На въезде в КПП вам будет такой бумажный талончик, в котором будет написано, сколько ваш номер машины, сколько у вас в машине людей. И на этом талончике потом и таможня, и пограничники ставят свои отметки, и потом при выезде с территории КПП вы отдаете этот талончик в пограничник. Вот это такой, своего рода, контроль, что вы прошли все процедуры. Так вот, чтобы не задерживать ни себя, ни очередь, как только вы заехали уже на территорию, не ждите, что к вам кто-то подойдет из таможенника. Они, скорее всего, не подойдут. Вам нужно самому выйти из машины, пойти найти, где сейчас проходит таможенная проверка, отдать туда, нужно отдать все паспорта всех людей, кто в машине, и отдать технический талон на автомобиль, и вот этот бумажный талон, который вам дали на въезде на КПП. Далее, как только вас там проведут таможенное оформление, занесут систему, поставят штамп на бумажный талончик, все эти же документы нужно... Возвращайтесь к машине, обычно пограничники уже наших ходят, потом и собирают документы для проверки, но если у вас не будет отметки таможенников, то пограничники вас не возьмут. Далее, когда вас проверили пограничники, вы спокойно приезжаете уже в буферную зону между Украиной и Польшей, становитесь в очередь, доходите до проверки уже на польской стороне, там точно так же сначала поляки, пограничники, у них, как правило, сразу пограничник забирает документы, спрашивает какие-то основные вопросы по визе, по цели визита. Здесь уже все индивидуально. У меня, кстати, у меня рабочая виза, у семьи уже карты побута. За все время меня один раз попросили показать документы под эту рабочую визу, то есть договор о работе, умов о праце. И в тот раз, когда меня попросили, у меня его с собой не было. Я посчитал, что я уже еду не первый раз, и зачем его брать. Они так, в принципе, поулыбались, сказали, что надо возить его с собой, но никак не придрались, пропустили меня без каких-либо проблем. Теперь я, конечно, всегда вожу все документы с собой, и вам советую, возите все с собой. То есть, если у вас рабочая виза, все, что касается КТ-рабочей визы, разрешение на работу и договор с работодателем о работе, обязательно возите его с собой. В этот раз ничего не просили. Кстати, хочу отметить, что только у нас появились карты побута, то вопросы вообще нигде не стали задавать. Мне просто есть карта, все окей. Просто отмечают у него себя в системе, и все. Далее, после пограничника приходит таможенник. Поляки сами ходят по очереди, к тем машинам, которые подъехали уже на проверку. Они подходят, тоже задают базовые вопросы. Куда едете, для чего, что с собой. Себя интересует водка, сигарета, какие-то мясо, сало. Этого всего нельзя. На водку, сигареты, там есть определенные лимиты, которые можно вести, старайтесь их тоже не нарушать. Они к этому очень пристально относятся. Таможенник пересмотрел тоже машину. Это был очень поверхностный осмотр. Так, какие-то основные сумки попросил просто открыть, и боится, что там багажник, что там, да, и все. Но раньше всегда, когда ездил, на этом все и заканчивалось. Но в этот раз нас еще в самом конце попросили на досмотр автомобиля. Потому что, как я уже говорил, заняло полчаса, и мы с этим поехали. Конечно, основное преимущество езды на автомобиле, это то, что вы можете взять с собой столько вещей, сколько поместится ваш автомобиль. Я знаю, что есть на самом деле правила, там что-то не более 50 килограмм вещей можно на человека. Но я неоднократно проезжал с гораздо большим весом вещей. Я перевозил свои вещи сам на машине в Польшу. Несколько раз ездил, когда у меня машина. Я был один в машине. Машина была заполнена просто до крыши буквально. Я еще и в бокс на крыше. Один раз они приехали, они позвали просто всех, кто был на смене посмотреть, как я загрузил машину. Просто стояли, улыбались. Ну ты пандаешь. Никто ничего не выковыривали, ничего не просили достать. Просто спросили, куда еду. Что-то рабочая виза, по работе, надолго. Личные вещи. Окей, проезжай. Расскажите в комментариях, у кого какой опыт был перехода от границы с Украиной, с Белоруссией. Как долго вас проверяли, что спрашивали, что требовали. В каких ситуациях вас отправляли на детальный досмотр. Возможно, сможем понять, какие такие триггеры, почему они отправляют. Что нужно делать и что нужно не делать, чтобы этого избежать. Надеюсь, эта информация была полезна. Подписывайтесь на мой канал. Здесь будет много жизни в Польше и в целом о путешествиях. Я продолжу снимать ролики о районах Варшавы. В планах есть снять все районы в разные сезоны. Вот сейчас снег продолжается. Наверное, сегодня уже не получится, потому что уже скоро будет темнеть. Но, тем не менее, уже есть некоторые районы сняты. Будут не дальше. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok